Медвежьим углом обычно называют глухое, труднодоступное для людей место. Как это возможно, в границах столицы Забайкальского края понять сложно, но факт. Сотни четинцев лишены возможности пользоваться общественным транспортом. Здесь надежда только на собственные ноги и взаимовыручку, но не на законное внимание администрации. Земли Майского раздавались многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Для этого, для того, чтобы они могли здесь жить, наши власти ничего не сделали. У нас никакой инфраструктуры, у нас ни садика, ни школы. Ну, вообще ничего нету. Но жители уже и не надеются, что в этом околотке Читы развернется серьезная забота о горожанах. Не до хорошего. Решите вопрос хотя бы с маршруткой. Дети по морозу вынуждены ходить пешком в школу или добираться на перекладных. И речь идет не об одном ребенке или двух. Их сотни. Дети идут по 30-60 минут в одну сторону, 30-60 минут в другую сторону. Также мы ездим на такси, потому что так как общественного транспорта нету, такси составляет до школы. Ну, например, у меня ребенок в 52-й школе учится. Вчера я вызывала утром такси. Мы заплатили 175 рублей. Оцените масштаб и протяженность проблемы. Здесь был ранее маршрут, но перевозчик посчитал его невыгодным и забросил. Замену ему так и не нашли. По закону администрация должна обязать предпринимателя работать или найти ему замену. Или не обращать на проблему внимания. Отгадайте, по какому пути пошли чиновники. Вроде бы власти нам дали 67-й маршрут в начале сентября. Но после Нового года 67-й маршрут ИП Тарасенко отказались от нас. По закону в транспортном отделе нам сказали, что ИП Тарасенко должны нас возить еще три месяца. Но на самом деле сказали, что закон не работает. Вот письмо было написано на имя Сапожникова с просьбой о том, чтобы хотя бы временно нам продлили какие-нибудь действующие маршруты. То есть маршруты 27, 77, 47 и 7. Трагедия власти. Мы ничего не можем сделать. Ну или пообещать, честно глядя в глаза. Вы помните, как в Черемушках 11 декабря на подростка напала собака. И, убегая от пса по темным улицам, он выскочил на трассу. Дорога не освещается, и водитель сбил ребенка. Он, к слову, до сих пор лечится. Тогда состоялось собрание жителей Черемушек и Майского, на которые прибыли лица, умеющие обещать. Но, видимо, ничего не решающие. К слову, ни Сапожников, ни Осипов навстречу не пришли. Что касается конкретного, значит, ситуации по данному ДТП, то, да, в качестве оперативных мероприятий, значит, мы разработаем решение и в ближайшее время установим, ну, необходимые технические средства, организаторы дорожного движения, то есть, ну, знаки. Вот тут пока только знаками обойдемся. Впрочем, позднее в процессе беседы Вишневский заявил, что готов проект и вскоре на Кутузовском появится 10 автобусных остановок и освещения. Сергей Ладью посетовал на сложность решения вопроса с собаками, так как 90% из них бегают с ошейниками и имеют хозяев, а ветеринарная служба отказывается их забирать. Но его конструктивные предложения тонули в хоре возмущенных голосов. Обещаниями все давно наелись. Говорите, дома идут, обещаете, а потом сваливаете, а трусово говорит, а я вам не обещал, это говорил мой зам, а зам говорит, да я там уже забыл. И там и пошла эта вереница обещаний, бесконечная вереница обещаний. Нет ни дел, ни действий, ничего, а мы как жили, так и живем. Когда это все закончится? Крик души. Вы прекрасно услышали о том, что городские дороги. Не верю, не верю, не верю, не верю, не верю, что будут автобусы, знаки, тротуары, свет, тогда поверю. А сейчас одни слова, на протяжении многих лет одни слова. Слова оказались пророческими, в начале Кутузовского проспекта поставили знак, осторожно дети, и все. Несколько километров неосвещенной трассы, по которой на большой скорости летают автомобили. Ежедневно в мороз взрослые дети бредут по темным улицам, в окружении собак и заботы всенародно избранных депутатов и чиновников. Мимо проезжают рейсовые автобусы, но останавливаться они не имеют права. Нет остановки. Мы попросили, хорошо, прогридируйте, поставьте нам хотя бы одну остановку на два микрорайона. На что нам ответили, что это будет нецелевое использование средств. Остановки нет потому, что нет маршрута. А маршрута нет потому, что нет остановок. Даже не хочется водить никого по абсолютно прямой дороге в поисках места для одной остановки. Люди просто брошены на произвол судьбы. Вглядитесь, вот оно, нецелевое использование средств, которые мы встретили случайно во время съемки. Улыбка этой девочки и ее подростковый оптимизм просто обезоруживают. Мы уже живем три года тут. И нам тяжело добираться, маршрутки нету. На чем вы добираетесь обычно? Обычно пешком или нас водит, ну отец увозит. А когда очень срочно домой надо, я иногда на попутках езжу. Потому что больше никак. Пятерку очень долго ждать иногда, она даже не приходит. Они грубят и не умеют разговаривать. Иногда даже забирают больше денег, чем надо. И в планах дальше один, десятый, одиннадцатый класс? Ну да, потому что потом мне в юридический поступать. И кем ты хочешь стать? Я буду военной. Военной? Да, я хожу в юнармию. То есть ты в детстве уже тяга к оружию и кого-нибудь убить, да? Нет, защищать свою родину. Мы все хотим защищать свою родину, чтобы дети не боялись ходить по улицам, а взрослые были уверены в их будущем. Так скажите, мэры и градоначальники, когда здесь будет маршрутка, остановки, освещенные улицы? И не надо будет опасаться собак. Не ради нас, а хотя бы ради той же девочки. Юрий Житвухин, Николай Шунков, Антон Доценко, ЗАП-ТВ.